События Медня готова познакомить вас служба информации первого альтернативного. Это международная программа «Середина Земли». Здравствуйте! В студии Наталья Окладникова и начнем с самых заметных новостей Республики. Снова без воды 24 дома и несколько детских садов в центре города остались без горячего водоснабжения. Виной всему ремонтные работы, о сроках завершения которых пока не сообщается. Тем временем подача тепла в квартиры горожан начнется 18 сентября. Пока, по словам главы Республики столицы Бурятии, готова к отопительному сезону на 80%. Ремонтные работы будут проводиться до середины октября, но на подачу тепла это не повлияет, пообещал Вячеслав Наговицын. Скандальное заявление сделал сегодня руководитель антимонопольного ведомства. На пресс-конференции он сказал, что в России примерно половина нарушителей антимонопольного законодательства – органы власти. В разговоре с журналистами не обошел стороной Анатолий Голомолзин и увеличение тарифов на тепло, электроэнергию и цен на бензин. Чем обоснован их постоянный рост вместе с антимонопольщиками, разбирался и наш корреспондент. С начала года в республике цены на нефть менялись 24 раза. За 8 месяцев бензин подорожал на 1,5 рубля. Заместитель руководителя антимонопольной службы России объяснил, в чем причина роста цен. Цены на 92-й бензин, рост цен составил 4,8%, 95-й – 5,4%. Дизельное топливо с начала года приросло примерно на 2%. Факторы, которые повлияли на этот рост цен – это изменение конъюнктуры внешнего рынка. Еще один влияющий фактор – это рост акцизов. Невзирая ни на что, общая ситуация относительно благоприятная. Чего не скажешь об электроэнергии. Антимонопольная служба выявила и пресекла 10 фактов нарушений. Наиболее распространенные виды нарушений озвучила Елена Баргаева. Чаще всего встречаются такие нарушения, как навязывание невыгодных условий договора, необоснованный отказ от заключения договора, либо необоснованное прекращение и сокращение поставки товаров. Наиболее частые такие нарушения. По мнению руководителей антимонопольного ведомства, спасти от повышения тарифов может только здоровая конкуренция. Юлия Пермякова, Борис Геленов, Вячеслав Батуев. Первая альтернативная. Бойцы республиканского поискового отряда «Рысь» вернулись из Монголии. В течение двух недель они вели поисковые работы в местах ожесточенных боев на реке Халхингол. В составе группы старшеклассники и представители службы судебных присовов. По счету, это восьмая экспедиция и на редкость результативная. Подняты останки четырех солдат советской армии. Найдены редкие артефакты. Броневик, каски, вещи солдата, офицеров, склад боеприпасов японской армии. Удалось найти даже растяжку, которую обезвредил руководитель экспедиции. «Зашло чисто случайно. Просто щупом в землю ткнул и попал во что-то железное. Сначала копнул гильза, патрон. Дальше копнули. Похоже на РГД, но не РГД. Копнули дальше. Одна растяжка. Под ней вторая. Сами не поднимали. Поднимал Владимир Валерьянович. И попросил, чтобы мы отошли подальше, так как растяжки на взводе могут взорваться в любой момент. Ну, так, конечно, страшновато было маленько. В Подольске там уже ведутся очень много лет работы. То, что практически находишь осколки, 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 допустим, в Москве. А в Монголии, если ты тыкнул, то даже вот, когда на презентации было на слайде, гранаты. Находят этих даже бойцов. Рядом лежали двое бойцов. Калоши, патроны, гильзы. Намного больше находятся, чем в Подольске. По словам поисковиков, земля буквально пронизана железом. Поэтому металлоискатель оказался лишним. Юноармейцы работали на сопке Ремезова и местности Баян-Цаган. Именно здесь воевала 93-я восточно-сибирская дивизия, в составе которой были бойцы из Бурятии, Иркутской и Читы. Отмечу, что поездка стала возможной благодаря правительственному гранту. Значительная часть государственных средств была потрачена на детский отдых. Более 147 миллионов рублей в этом году было выделено на приобретение детских путевок. Сегодня в правительстве разбирались, насколько эффективно потрачены эти деньги. По словам чиновников, в целом сезон прошел достаточно успешно. Школьники побывали на море и в оздоровительных лагерях других регионов. В текущем году мы планировали с вами охватить оздоровлением и отдыхом 92 880 детей. Это наш с вами индикатор. На сегодняшний день всеми форумами детского отдыха охвачено 92 548 детей. Или 99,6%. Главной проблемой детских лагерей является нехватка мест. Лишь 20% школьников имеют возможность отдохнуть в стационарных и оздоровительных лагерях. Для решения этой проблемы были выделены дополнительные средства на строительство новых корпусов и улучшение материально-технической базы оздоровительных учреждений. Однако не все районы смогли потратить деньги с пользой. Среди отстающих Севербайкальск и Кяхта. С началом учебного года прибавилась хлопота у сотрудников правоохранительных органов. Полиция начала борьбу с рэкетом. Ее сотрудники посещают школы, СУЗы и ВУЗы, рассказывая о последствиях вымогательства, которое грозит для несовершеннолетнего уголовным делом, судимостью и штрафом. На одной из лекций побывала и наша съемочная группа. Не первый год полиция проводит встречи со студентами в лесопромышленном колледже. На этой лекции в основном присутствуют первые курсы. Именно эта категория обычно подвергается вымогательству со стороны старших сверстников. Но, как правило, пострадавшие очень редко обращаются за помощью к кому-либо. Если у подростка вымогают деньги, либо ценности, то он, конечно, должен сообщить сначала своим родителям. Родители должны подать заявление в полицию. Умалчивать нельзя, потому что это на руку вымогателям, которые со временем наглеют и продолжают вымогать у большего количества учащихся. После обращения в полицию обычно факты вымогательства прекращаются. Со стороны вымогателей какие-либо действия, побои, угрозы прекращаются также. На таких беседах молодым людям рассказывают о психологии вымогателей. Показывают фильм, где раскрывают весь процесс противозаконных действий. Чтобы наглядно показать, бояться нечего. Рекетиры такие же люди и также боятся быть пойманными и понести наказание. Нужно проводить такие лекции и классные часы. Это будет положительно сказываться на студентах. Наверное, перестанет этот прякет быть. Кто это рекетирует, они сами об этом задумываются. Это плохое дело. Это прекратится. Полицейские советуют, в случаях вымогательства не нужно терпеть и закрываться в себе. Необходимо сразу обратиться за помощью к родителям, друзьям, соседям или даже к малознакомым людям. На свете больше хороших людей, чем плохих, уверяют следователи. И вам обязательно помогут. Как правило, после заявления в полицию всяческие преследования со стороны преступников прекращаются. Анастасия Лисова, Вячеслав Батоев, Первая, Альтернативная. Операция «Улыбка» прошла успешно. Сегодня команда врачей подвела итоги благотворительной акции. За неделю врачи прооперировали 51 ребенка с различными челюстно-лицевыми дефектами. В основном это расщелины губы и неба, в народе именуемые «зайчей губой» и «волчьей пастью». Как отметила директор и координатор проекта Ольга Кудаманова, в этом году в Бурятии удалось провести больше операций, чем планировалось изначально. Отмечу, что в команде врачей работали представители из-за рубежа. Доминика Скапеллетти и Марио Феррари из Италии, а также анестезиолог Изабель Симона из США. У России проблема та, что это очень большая страна с большим количеством регионов. И государственное здравоохранение, к сожалению, не может обеспечить наличие грамотных специалистов на местах. Есть регионы, где просто нет челюстно-лицевых хирургов. В этом плане Бурятия даже выгодно отличается, потому что у вас есть хорошее отделение с хорошими подготовленными кадрами. И мы совершенно уверены, что если у наших пациентов в последующем возникнут какие-то вопросы, местные доктора смогут на них ответить. Еще несколько дней медики будут наблюдать про оперированных детей, а уже в понедельник покинут Бурятию. Следующий визит специалистов состоится через год. Хип-хоп на закуску. Телеканал АТВ запустил новый проект для всех поклонников музыкального направления в стиле рэп и хип-хоп. В тележурнале будут представлены исполнители из Лануде и Республики Бурятия. Автор проекта – оператор нашего телеканала. Подробнее – Паир Цедыпов. Среди коллектива телеканала АТВ мало кто знал, что оператор Алдар Домбаев в свободное время записывает местных рэперов. В социальных сетях он ведет страничку под названием «Хип-хоп на закуску». И этот проект имеет свыше тысячи подписчиков. За спиной Алдара уже один полноценный сезон, а второй сейчас в самом разгаре. Проект создан для того, чтобы рэпер-сполнители смогли поделиться своим творчеством, как-то показать себя, выразить свое мнение. Ну и самое главное – проект является абсолютно бесплатным. Любой желающий может поучаствовать. Надо просто написать в ВКонтакте, в группе. Теперь поклонники хип-хоп-культуры смогут наблюдать за жизнью бурятского рэпа андеграунда не только в интернете. На канале АТВ стартовал новый проект с одноименным названием. Тележурнал «Хип-хоп на закуску» призван раскрыть таланты в молодых людях. Ну и замечательно, что этот проект дает своего рода площадку для хип-хоперов в Бурятии. И вдвойне приятно, что эта площадка будет размещаться в эфире нашего канала. Что касается выходов, то премьерный выпуск будет в четверг в 20.30, сразу после середины земли. Ну и далее следите за эфиром. Также проект будет размещаться на наших страничках ВКонтакте и Фейсбуке. Плюс можете следить на нашем сайте. Хип-хоп на закуску. Дакота выпуск 8. В нашем городе хип-хоп-культура очень популярна среди молодежи. Вполне возможно, что именно благодаря проекту «Алдара» зажгутся новые звезды. Следите за его работой на Первом альтернативном. Баир Цедыпов, Евгений Козлов, Телеканал АТВ. Честно, 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 скоро просим. У меня на этом все. Сейчас вас ждет небольшой блок рекламы. Далее смотрите новости Иркутска, Читы и Монголии. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!